Соответственно, и что мешает им туда сделать это искусственно, туда везти, и он будет сколько угодно существовать. Ну, раз это в природе, это возможно, ну, значит, это возможно и не в природе. Поэтому, соответственно, на основе этих соединений, на основе этих минералов, которые делают эти матрицы. Хотя используются в основном сейчас стекла различного состава. Ну, тут тоже вопрос, какая концентрация у вас будет радиоактивных элементов, и как долго у вас эта матрица вообще сохранить свою кристалличность, и не распадется. Одно, несколько, соответственно, иллюстраций к этой коблице. Несколько иллюстраций. То есть, по каждому, сейчас пройду буквально одно-два слайда, чтобы сделать какие-то трапки на следующий реле. Ну, циолиты, циолиты вы все прекрасно знаете, да, это водные алюмосиликаты, ну, я думаю, все знают, циолиты. Василий, вы знаете, циолиты. Это водные алюмосиликаты щелочных, щелочноземейных металлов с трехмерным каркасом, соотношением, соответственно, строгим соотношением кислорода текстурами алюминия кремния, как один к двум. Пустоты этих, вот они такие имеют структуры различные, их фонари называют еще. Их пустоты, значит, имеют большие пустоты, которые, соответственно, имеют промышленное использование. Что касательно природы, то их довольно много, кстати, в природе, циолитов. Это астоволканогенные породы, гидермальные породы и большое разнообразие. Сейчас известно около 50 вообще циолитов, природных. И более 150 синтетических аналогов. И вот, как на следующем слайде показано, все синтетические аналоги и природные, они имеют трехбуквенную аббревиатуру и различную систематику, кислотнохимическую классификацию относительно их описания. Но всех, что их объединяет, это уже такое нарицательное, что ли, гимия, циолита, каркас, циолитный каркас, циолитоподобный каркас, то есть большие полочки. Которые используются, соответственно, в разных областях. Но прежде всего, это функционирование различных молекул, то есть разделение бензина, парафина, грязных смесей, нефтегазовые промышленные смеси. Это молекулярные сета, соответственно, и прочее-прочее. В том числе, очень большое использование циолитов. Катализаторы, мощность средства. Самое большое, одно из самых больших, на самом деле, используем циолитов, это в небольших масштабах, я имею в виду. Это тысячи, сейчас скажу, тысячи тонн, вот эти цифры, это тысячи тонн. Соответственно, здесь абсорбенты, мощность средства, катализаторы, природные циолиты. Это продажи в этих странах, соответственно, за год. То есть, представляете, какие большие продажи. Тысячи тонн. То есть, это в виде уже, в виде чего-то, а это чистым продуктом. То есть, циолиты – это вообще отдельный мир. Существует своя ассоциация циолитов. То есть, людей, которые изучают циолиты, у них есть свой сайт, своя комиссия, и очень много людей вовлечены, соответственно, в область исследования. Но, кстати, используются как синтетические, как я сказал, так и природные. Природные довольно широко используются, потому что они дешевые, и их легко, достаточно добывают, открытым способом. Если я не ошибаюсь, мировое производство, моё мировое не производство, а добычность природных циолит в районе 2-3 миллионов тонн в год природных. А запасы что-то миллиардами тонн вещества. Поэтому иногда, в зависимости, ну тут ещё зависит, ну у нас бутилл-ляксия по циолитам следующего, тут зависит от спецификации циолитов, они делятся на разные спецификации по их применению. Соответственно, для разных спецификаций нужны разные...